МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах. Журналистов МТК-видео на Магданском телеканале. В этом выпуске. Научиться правильно перевозить детей в автомобиле мамы смогут уже в роддоме. На Колыме стартует проект детства без опасности. Мастер-классы и квесты для детей от 6 лет. В Магадане провели День искусств. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области за последние сутки выявлено 49 лабораторно подтвержденных случаев. Всего на COVID-19 обследовано 92 727 колымчан. За весь период эпидемии заболели 4698 человек. Выздоровели 3 365 магаданцев. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск заражения COVID-19. Частое мытье рук и использование средств индивидуальной защиты помогут предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции, напоминают эксперты. В Магаданской области стартует проект детства безопасности. Правилам перевозки детей в автомобиле будут учить будущих мам в роддоме. Об этом стало известно на пресс-конференции с представителями ГИБДД, заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта, уполномоченным по правам ребенка и генеральным директором экспертного центра движения без опасности. Проект детства безопасности действительно уникальный по своей сути и по своей системности проект, который направлен на то, чтобы сформировать у экономически активного населения, у тех, кто, собственно говоря, сейчас воспитывает детей, понимание важности и значимости вопроса безопасности дорожного движения. Причем, помимо этого, сформировать определенную уникальную привычку и такое лояльное отношение к вопросам безопасности у ребенка с самого рождения. Проект предусмотрен на систему тренингов. В роддоме будущим мамам будут проводить беседы по профилактике травматизма у детей, обучать правилам безопасности на дорогах с коляской, а также важной составляющей проекта стала цель убедить родителей о важности наличия детского кресла в автомобиле. В следующий день все знают, что нужно использовать детское кресло в перевозке. Опять же, обращаясь к реальным современным, молодая семья на выписке получает своего ребенка. Кресло новое стоит, как всегда, у нас в багажнике запакованное. В процессе начинают его крепить. Как закрепить, естественно, до этого никто не знал. И опять же, все заканчивается некачественной перевозкой. Мы рассказываем о том, как правильно закрепить, как правильно выбрать. По словам экспертов, многие родители пренебрегают правилом. Часто не используют детские кресла и ремни безопасности, ссылаясь на свой безукоризненный опыт вождения автомобилем. Статистика же говорит, что применение мер безопасности важно. Детское кресло для ребенка и ремень на груди, как у водителя, так и взрослого пассажира, может спасти жизнь или уменьшить получение травм при ДТП. Детские удерживающие устройства, для всех это очевидно, что они кратно снижают степень тяжести полученных телесных повреждений ребенком, ну и вообще участникам дорожного движения, которые находятся пассажирам. Поэтому, тем более, маленьким нашим пассажирам, и ни для кого не секрет, что используя его, то мы, по крайней мере, мы не сможем, может быть, исключить дорожное транспортное происшествие, но степень получения травм, тяжестей, кратно, конечно, уменьшается. Это уже доказано неоднократно, и на опыте зарубежных. На территории региона в 2020 году произошло 12 ДТП с участием детей до 16 лет. В каждом из них есть несовершеннолетние пострадавшие. В таких случаях ответственность несут взрослые, родители, либо водители автомобиля. Также опасность для детей может возникнуть не только внутри автотранспорта, но и на дороге. Школьники часто передвигаются на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах, ходят через дорогу в наушниках, отвлекаясь на телефон. На территории Магаданской области в общеобразовательных учреждениях сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. По словам экспертов, новая система тренингов для родителей движения безопасности даст возможность повлиять на статистику в положительном ключе и уменьшить травмоопасность детей при дорожно-транспортных происшествиях. Всем привет! Это видеоинструкция о том, как безопасно перевозить ребенка в автомобиле. А начать стоит с самого главного. Безопасно – это априори соблюдая правила дорожного движения. Скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и не выезжать на встречную полосу. Если на определенном участке дороги установлено ограничение 40, значит, оно там не просто так. И не надо это проверять на себе и в своем ребенке. Отдельно необходимо отметить важность концентрации водительной дороги. Вы не должны отвлекаться. С новорожденным в машине всегда должен быть сопровождающий, который будет посвящать свое время только малышу в то время, как водитель будет заниматься своим делом. Что касается детей постарше, то тут надо тщательно проверить фиксацию замков на дверях и убрать все незакрепленные предметы. Потому что если вы будете оборачиваться на любой странный звук или плач ребенка даже на 2 секунды, это будет равняться 30 метрам движения полуторатонной махины по дороге без вашего контроля на скорости 60 км в час. Все еще хотите рискнуть? Сначала остановитесь, включите аварийную сигнализацию, а потом реагируйте на то, что произошло в салоне. Кроме абсолютной внимательности и стопроцентной концентрации на дороге, надо отметить, что теперь, когда вы несете ответственность не только за себя, но и за своего малыша, стоит задвинуть подальше амбиции и желание показать тот вот главный водитель. Безопасное вождение – это залог успеха. Изменить опасные привычки. Например, тормозить в пол безопасно для маневра или держать слишком короткую дистанцию до следующего автомобиля. Хоть это сложно, но вполне реально. Еще один важный момент. Не важно, знаете вы маршрут досконально или едете по дороге впервые. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Теперь, когда вы подготовлены к приему нового пассажира на борт, надо рассказать о том, как расположить его в салоне. Начнем с того, чего делать не надо. Опасно думать, что ваши руки – это самое безопасное для малыша место в салоне авто. Это миф. В машине, где каждое слабое торможение может нанести вред неокрепшему позвоночнику ребенка, важно его зафиксировать. А на это, при всем желании, мамин руки не способны. Ведь при торможении мы рефлекторно сжимаем руки, а потом отпускаем. Чем можем нанести малышу непоправимый вред. Как это избежать, расскажем далее. Чтобы быть спокойным за ребенка, придумали детские удерживающие устройства. Каждое со своей спецификой для разных возрастов и размеров. Они снижают вероятность травмы ребенка при аварии на 75%. Как показывает практика, детское автокресло – это единственная эффективная защита для ребенка в автомобиле. Хотя, даже оно не дает стопроцентной гарантии безопасности. Кроме того, автокресло приучает малыша, что у него есть свое личное безопасное место в машине. Важно уже при первой поездке домой из роддома использовать автолюльку. При выборе кресла надо помнить о нескольких вещах. Бессмысленно экономить на безопасности малыша и брать кресло на вырост. Оно должно соответствовать росту, весу, возраста ребенка. Необходимо избежать соблазна купить дешевое автокресло. Хорошее детское удерживающее устройство – дело, конечно, дорогое. Но не дороже, чем жизнь вашего малыша. Остерегайтесь подделок и не покупайте в сомнительных магазинах. Только официалы. Перед приобретением обязательно проверьте наличие сертификата правила ЕЭК ООН номер 4404 на выбранное вами кресло. Сертификат дает понять, что данная модель соответствует требованиям по безопасности, предъявляемым к этим системам. При установке детского удерживающего устройства важно держать в голове, что в автомобиле нет абсолютно безопасного места. А мнение про самое защищенное пространство за сидением водителя – всего лишь миф. Инструкция – ваш лучший друг. Для начала ознакомьтесь с ней, а уже потом приступайте к установке. Держите в уме, что автокресло 0+, всегда устанавливается в автомобиль против хода, то есть спиной к капоту. Оттяните ремень безопасности. Притяните нижнюю его часть через синие фиксаторы по обеим сторонам автокресла. Затем застегните ремень и проведите верхнюю его часть через спинку автокресла и синий фиксатор. Убедитесь, что кресло плотно прижато ремнем. Ручка кресла должна находиться в самом верхнем положении. Теперь проверяем все по пунктам. При установке нижняя часть автокресла плотно прилегает к сидению. При использовании системы изофикс крепления автокресла полностью защелкнуты. При использовании крепления ремнем безопасности ремень расположен верно под тем местам, где предусмотрено крепление. Система запора ремня заперта полностью до упора. Ремни автокресла застегнуты и не сковывают дыхание ребенка. Ручка кресла поднята. Помимо всего прочего, важно не пренебрегать подготовкой самого малыша к поездке. Автомобиль далеко не самое комфортное для него место. Выбирайте самую удобную одежду и не забывайте делать остановки каждые 45 минут. Не забудьте отключить подушку безопасности при установке автокресла. Помните, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности. Необходимо сделать все от вас зависящее для того, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка в салоне. А именно, возить его в качественном, правильно установленном автокресле по возрасту. Изменить стиль вождения на более безопасный. Не отвлекаться от дороги. Важно помнить, что автокресло это не панацея. Только соблюдение всех этих пунктов мести позволит минимизировать опасность для вашего малыша. Берегите себя и своих близких. Почти 2000 квадратных метров асфальта положили сотрудники предприятия ГЛУД за 2020 год. Такие объемы работ выполнили в рамках муниципальной программы совершенствования и развития уличной дорожной сети муниципального образования город Магадан и национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Также по муниципальным контрактам с департаментом САТЭК произвели капитальный ремонт дворовых территорий. Кроме того, работники комбината зеленого хозяйства высадили 194 дерева, 260 кустарников и обустроили более 2000 квадратных метров газона. Ночь искусств провели в Магадане в онлайн формате. Мероприятие прошло 3 ноября. Музеи, театры и библиотеки Колымы поучаствовали во Всероссийской акции восьмой раз. Магаданцам показали видеоспектакли и концерты. Для них провели викторины и мастер-классы. Кроме того, жители области смогли посетить онлайн-экскурсии и выставки. Также создали интересные квесты для детской аудитории. Акцию проводили на протяжении всего дня. День искусств прошел 3 ноября в Магаданском областном краеведческом музее. Посетителями этой акции стали дети в возрасте от 6 лет и старше. Для ребят провели 8 мастер-классов и 2 игры квеста. В каждом мероприятии участвовали не более 5 детей, как и положено по санитарным нормам. Экскурсоводы провели для ребят тематические мастер-классы, посвященные природе и животному миру Севера. Сегодня у нас запланированы мероприятия по специальной детской программе «День искусств». В настоящее время проходит мастер-класс «Предвестник снега». Это роспись по камню. И также мастер-класс «День и ночь» по изготовлению декоративной подвески в этническом стиле. Все мастер-классы проходят с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Билеты покупали в кассе музея на выбранный мастер-класс заранее, чтобы группы были небольшими. Также для ребят провели игру-квест под названием «Секретный аэродром». Она прошла на выставке «Алсип. Трасса мужества». Дети смогли попробовать себя в роли пилотов. Они отправились в увлекательный маршрут, по которому в годы Великой Отечественной войны перегоняли американские боевые самолеты. Какую трудовую выбрать – электронную или бумажную? Определиться с вариантом книжки нужно до конца этого года. А после закрепить свое решение, подав заявление работодателю. Почти 39 тысяч колымчан уже сделали свой выбор. Однако около половины работающих жителей Магданской области решение не приняли. Многих волнует вопрос, что произойдет с бумажным вариантом, если выбрать электронный. Работодатель, сделав последнюю запись трудовой книжки, бумажную трудовую книжку передаст на руки работающему. Но это не значит, что больше трудовая книжка не нужна и хранить ее не надо. Эта трудовая книжка перейдет в статус документа личного хранения, так как, например, вы храните паспорт. При необходимости сведения электронной трудовой книжки в виде бумажной выписки можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, в многофункциональном центре или у последнего работодателя. На данный момент почти 34 тысячи колымчан предпочли оставить бумажную форму трудовой, а 5 тысяч перешли на электронный формат. В пятницу 6 ноября в Магадане облачно. Температура воздуха ночью 14-19 градусов мороза. Днем минус 15, минус 12. Атмосферное давление очень низкое – 728 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Влажность высокая – будет достигать 74%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова